Здоровья, друзья! С вами Алексей Маматов из Школы Долголетия. Мы помогли уже больше чем полутора миллионам человек восстановить здоровье, обрести утраченную гибкость, лёгкость движения и молодость, не прибегая к таблеткам и тем более к операциям. А сегодня я хочу поведать вам о таком средстве, которое раньше было в арсенале у каждой хозяюшки. О добром старом советском хозяйственном мыле. Мыло было универсальным средством, с помощью которого и оздоравливались, и чистили одежду, и себя очистили, и защищали ткани, и много чего ещё делали. А сегодня эти рецепты, к сожалению, подзабыты, и пришла пора нам их вспомнить. Смотрите до конца, что-то для себя довозьмёте. История хозяйственного мыла началась давно. В советское время появился ГОСТ. И этот советский ГОСТ сохранился и до наших дней. Цифры, которые можно встретить на брусках с мылом 65, 66 и так далее, до 72, обозначают содержание жирных кислот в этом мыле. Чем число выше, тем мыло будет ценнее, тем оно будет активнее. Мыло отстирывает пятна от соков, от соусов, биологические жидкости, кровь. Самое главное, чтобы кровь не сварилась, то есть, чтобы одежду, на которую попала капелька крови, вы случайно не постирали при воде температурой выше 40 градусов. Белок коагулирует, там уже будет сложновато что-то предпринять. Просто нанесли на мокрую ткань мыло, положили в холодную водичку, дали полежать пару часиков и хорошенечко пошоркали, прополоскали, либо в машинке на автоматическом режиме. Всё! Главное, о чём мне хочется вам сегодня рассказать, это не избавление от пятен, а применение мыла для оздоровления. Например, кожа головы. Могут быть проблемы, перхоть, может быть кожа слишком сальная или слишком сухая. Грамотное и правильное использование хозяйственного мыла позволяет отрегулировать сальность головы, позволяет избавиться от шелушения кожи, от перхоти, а неграмотное, к сожалению, усиливает эти симптомы. А чем грамотное отличается от неграмотного? Взял, намылил хозяйственным мылом и скорее-скорее смыл водичкой. И что потом получается? Волосы стоят такими копными, колтунами. Если была перхоть, сыпется со страшной силой, человек всё проклинает. Если кожа была сухая, стала ещё суше, была сальная, стала ещё более сальная. Не так нужно действовать. Моя бабуля, царствие небесное, говорила, что нужно вначале помыть обычной шампунькой. Любой. Ополоснули голову, потом мыльце, хозяйственное, оставили на пару минуточек, смыли. И это ещё не всё после того, как смыли. Берём раствор пищевого уксуса и этой водичкой ополаскиваем голову. И тоже даём побыть волосиком в таком вот мокром состоянии какое-то время. Феном желательно не пользоваться, либо если длинная прическа, полотенце на голову, либо желательно просто промокнуть и дать волосикам обсохнуть естественным образом. Тогда будет полный эффект. Сальность регулируется, приходит в норму, а перхоть уходит после нескольких применений. Также хозяйственное мыло прекрасно показало себя при борьбе с грибками, с мозолями, с натоптышами. Бывает такая проблема, кожа начинает сохнуть, трескаться. Обязательно посмотрите, с какой стороны это происходит. Если больше трескается кожа с наружной стороны стопы, значит, есть какие-то проблемы с позвоночником. Как с помощью мыла воздействовать на кожу стоп? Глубокие трещины, мозоли, вот те вещи, которые предлагается простым людям убирать в косметических салонах. Пришел, что-то тебе там сделали, дай бог не травмировали кожу. Вроде бы вот кожа нежная, как у младенца, высидел, вытерпел, ходишь, наслаждаешься. Через неделю глядь, а мозоли-то начинают расти, а через две недели еще больше становится. Почему так происходит? Потому что в косметологии при вот этих вот абразивных пилингах травмируют нормальный ростковый слой. Обдирают не только мозольку мертвую, но и задевают живую. И организм, чтобы защититься от такого зла, начинает сам усиленно наращивать защиту. Роговой слой, мозоли. С мылом все иначе. Взяли, потерли на терочке. Можно просто не заморачиваться даже с терочками, с водяными банями, друзья. Давайте проще, по-простому. Вот чтобы сразу взяли брусок, потерли, а стопу все равно она жесткая, все равно мозолистая, она сама по себе как терка. И смачиваем водичкой и трем, смачиваем и трем. 10-15 минут полежали, мыло смыли. Можно немножечко аккуратненько пошоркать пемзочкой, терочкой, чтобы убрать то, что будет очень легко отходить. Вы даже ноготками легко уберете этот слой. Можно еще взять, потереть немножко мыла, добавить чайную ложечку соды и постараться размягчить это все на водяной бане. Будет плохо размягчаться, можно добавить чуточку воды. И вот эту смесь вы наносите на ноги. Либо второй вариант. Добавляете водички побольше, стаканчик, можно два. Выливаете в тазик с горячей водой и в получившемся растворе, просто потерли мыло, потерли прямо на терке, сколько ни жалко. Добавили чайную ложку соды и постарались залить кипятком, потом в горячую воду, в тазик. Все, опустили ноги, посидели 10-15 минут, ножки поскрабили. Сделали несколько таких процедур. Ножки в хорошем состоянии. А состояние ногтей улучшаться. Особенно, если вы не поленитесь после такой целебной ванны делать еще массаж ноготочков на ногах пальчиками. И потом втереть чуточку любого растительного масла. Любого. Не обязательно оливкового. Просто взяли и по краешкам, там где кутикула, втерли. Ноготь на пальце сухой, безжизненный, грибковый. Не стесняемся. Также размягчили мыло и размягченное то, что натерли, получилась такая кашица. Разогрели и положили на проблемное место. И счастье. Также потерли, получилась масса. Разогрели на водяной бане, на батарее, на полотенце, сушителе. А можно, кстати, сразу тереть на какую-то ткань, тряпку, бинт. Желательно, чтобы ткань была натуральной, причем не вот этот бамбук какой-то там, а нормальная ткань, льняная, хлопковая. Та, которая будет похожа на натуральную, на дышащую. Натерли, чуть-чуть увлажнили. И болит сустав у вас, скажем, локоть болит, поясница болит, колено болит. Примотали. Не совершайте ошибки современности. Не заматывайте снаружи пищевой пленкой, полиэтиленом. Такой компресс должен быть дышащий. Это очень важно, друзья. Завязали шарфом, завязали эластичным бинтом. Можно завязать просто бинтом, не эластичным. И все. Или полежали пару часиков, или легли спать. С уставом значительное облегчение с первого применения. И ревматизм, и обострение остеохондроза, артриты, артрозы. Глобальная помощь больным местам. Просто? Просто. Чем отличается от диклофенака? Вроде бы, что там, съел таблеточку, замазался кремиком каким-то. Тоже вроде бы просто. Просто, да не просто. Дырки в желудке, да внутренние кровотечения говорят об этом. А здесь какая побочка? А никакой. Доступно, универсально. Место в хозяйстве не занимает, а сердце радостью наполняет. Друзья, с вами был доктор, а для многих антидоктор, Алексей Маматов и школа долголетия. Старые, проверенные, подзабытые рецепты советской восстановительной медицины и наших предков к вам, для вас, для вашего здоровья. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»